Идея Она достаточно долго жила, по большей части в голове. Потом она возникла в каком-то стороннем проекте, где был сыгран небольшой кусочек, тоже с любителями, с ребятами. Потом мы начинали ее делать здесь на спичке. И вот уже год назад мы начали просто ее читать так для себя, как в качестве удовольствия. И толчком-то послужило то, что в библиотеке нечего было в качестве мероприятия поставить. И нужно было это срочно оформить. А так это может быть даже и бытовало бы до сих пор в какой-то форме неформальной. А это бац, оно возникло из ниоткуда. То есть были платки. И они вдруг вот как-то оформились вот в этот навал, да, в какую-то картину живописную. И там куклы эти, да, а давай сделаем, ну давай. Ну и оно вот так вот очень быстро возникло. И не было никакой специальной идеи. То есть концепта этого не было. А все самое интересное, оно возникает абсолютно спонтанно. Как-то вот сваливается сверху и живет. По сути дела, что это такое? Это же экзорсиция, это упражнение в прекрасном, стоические идеи, которые обернуты в такой поэтический текст. И ты-то просто постоянно ходишь, повторяешь в качестве диалога, да, как аффирмации. Но аффирмации такого обратного действия. Не то, что я богат, я успешен, а наоборот, богатство – это не главное. И это очень как-то так оздоравливает, больше вот спектакль такой оздоравливающего действия. У него нестандартный подход вообще к живописи, да. Ты вот смотришь на его картины, и они тебя весьма притягивают. Даже не какой-то своей детскостью, да. А какими-то вещами, вот как это все собирается воедино, и ты смотришь на произведение, как на эдакий магнит, когда ты не понимаешь, за что тебе нравится эта картина, за что ты ее любишь. А она таит в себе душу художника, она таит в себе какую-то тайну, значит, что это произведение настоящее. Ну и опять же, это художник с большой буквы. То есть это художник, который действительно делал что-то не за деньги, тем более, что денег у него этих не было. Как ни парадоксально, сейчас он на банкнотах, на грузинских, и является лицом Грузии. Это сделано в первую очередь для того, чтобы создать художественное поле, в которое зритель окунается и находит что-то для себя. Не то, что вот есть какая-то определенная сверхзадача, и мне важно, чтобы зритель ее понял. Если у тебя есть сверхзадача, то тебе спектакль-то не обязательно ставить. Но иди и расскажи ее людям. Тут есть очень много каких-то крючков, зацепок, за которые каждый зритель может зацепиться по-своему. И главное, чтобы для него это прорастало как-то, как такое живое зерно, чтобы оно в нем осталось. Чтобы не просто так пришел, посмотрел, увидел какой-то сюжет. Сюжетов-то особого нет. Тут есть какие-то определенные темы, вот это эстетическое поле, в которое, если погрузиться, то можно для себя что-то найти. Субтитры подогнал «Симон»! Ночь в Тбилиси Зима Восемнадцатый год Мокрый падает снег Студен Ветер сводит с ума Всем тепло, кроме нас Субтитры подогнал «Симон»! А на улице Холод и тьма В котловине Тбилиси Как врытое в горы гнездо Это злое ненастье Откуда оно? Разве еще выпекается хлеб? Где-то печи полны Благодатного жара Трудно в холод уйти от волны Ароматного Теплого Пара Ау! И где же ты, пиасмани? И где же вы, люди? Ты И Я Это спектакль Человеческой жизни Которая в конце концов Должна была стать спектаклем Слишком много глаз к ней потянулось Потребовала ее Эту жизнь Себе Пирасмани Он пришел к нам много лет спустя 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 Нищету Спустя Голод Спустя Безвестность Спустя 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 Все происходит Спустя Признание Слава Воспоминание Современников Которые Становятся Современниками Спустя 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 Подзатыльники Которые Они раздавали Нищему Мальчишке Спустя Рогвина Которые Они подавали Нищему Живописцу Спустя Тощий Матрац Которые Они бросали В сад Даруя Ночевку Бездомному И Великий Нищий Человек Снова Начинает Жить Спустя 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 Слава И Сапоги Становятся Лаковые Без Оторванных Подметок Нет Подметки Конечно Есть Но Они Аккуратно Bring it up Лаковые Сапоги Как будто Шествовали На 2-3 Рышина выше Дорожной Пыли Луж и острых камней пиросмани это время вздохнула его именем пиросмани время не задыхается задыхаемся мы от счастья быть современниками спустя нищету спустя голод спустя жизнь спустя 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 пиросмани 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 монологи тишина это когда четыре стены и нет двери чтобы кто-нибудь еще вошел и можно сбросить на спину потому что устал дворником устало кланяться духанщиком устало кланяться только красоте не устало кланяться но все равно у скайпа лежит тишина это когда четыре стены и нет двери чтобы кто-нибудь еще ушел и можно раскидать по углам руки потому что устал в кармане устали шарить чтобы найти завалявшийся пятак в темноте устали шарить чтобы найти свободную скамейку только краски мешать не устали но все равно пускай отдохнуть тишина это когда четыре стены и нет двери чтобы кто-то кто-нибудь еще вошел и можно голову в голову поколотить обо все четыре стены чтобы подумала а ты кто такой никоуперасманишвили измерзан ты кто такой никоуперасманишвили измерзан я виноград я родился там где сошлись пути земли и солнца в кахетии значит и солнце отец мой кидает мне охапки лучей из своего стоила и земля мать моя вспаривает меня самым вкусным своим соком я виноград а человеком так и не стал нет человеком не стал пятьдесят шесть стукнуло мог бы стать человеком нет человеком не стал заходи григо владелец сам хорошие сады в сагарадже узнал все таки почему не узнать ты я что ли а то стою как дерево возле дерева сколько лет уж стою ноги совсем затекли не мог нарисовать что сижу садись узнал все таки почему не узнаю другие не узнают непохожим нарисовал все непохожим нарисовал Хотел тебе корзину яблок привезти, но разве ты яблоки нарисовал? Одни розовые половинки нарисовал. Где видел яблоко с одной половинкой, а? Другую что, черви съели? Зачем хулиганишь в моем саду? Зачем ягоду черешни рисуешь величиной с домом? Где видел такую черешню? Я не видел. Я хочу жить в такой черешне, потому и рисую величиной с домом. Я выгоню из нее косточку и сам поселюсь в ней. И все вокруг станет розовым, и небо, и земля, и даже ты. Зеленые деревья станут розовыми, и это будет правдой. Я ведь живу в черешне, я вижу, что все кругом розовое. Дурак ты. Твою черешню вываливают в грязи, на нее кто-нибудь наступил. На нее уже наступил. Ты. Ах, как жалко, что ты наступил на черешню, в которой я поселился. Не мог выбрать другую, а? Люди всегда наступают на черешню случайно. А в ней можно раздавить человека. Замолчай. Уши вялют. Пятьдесят шесть стукнуло. Нельзя жить в черешне. Пора дом иметь. А у меня есть. Какой дом? Какой дом? Под лестницей помираешь? Или, может быть, ты жадный? Большие богатства спрятала. Ах, зачем мне деньги? У меня и так все есть. Чем же ты владеешь? Всем? Птицы в небе, деревом и оленем в лесу, твоим садом. Эй! Птицы в небе владеют себе на здоровье, но моим садом владею я. Твой сад тобой владеет, а не ты. Твой сад заставляет тебя кланяться с лопатой в руках. Твой сад заставляет тебя стеречь его от мальчишек. Руки твоих деревьев выпивают из тебя все твои соки. А я с твоим садом могу быть на равных. С каждым деревом я могу быть запросто, как и оно со мной. Свою лень оправдать хочешь? Я не ремчай. Я много рисую. Кому нужна твоя мазня? Мне? Разве что тебе. Если бы ты еще рисовал похуже, тогда бы мог хорошо продавать свои картины. А ты просто не умеешь рисовать? Похоже на то, как ты видишь. Не умею. У тебя люди уроды. А я вижу правильно. Ты бездарный, да? Когда рядом с яблоней в саду выросла груша, та очень рассердилась. Что за уродливые яблоки висят на ветвях соседки? Таких яблок просто не бывает. Это неправда. Яблоня хорошо знала саму себя. И все, что было не похоже на нее, ее оскорбляла. Кто ей смог бы объяснить, что у груши свой вкус, свои сенечки, своя душа. Ты надменен, как яблоней в саду реном, с которой выросла груша. Бедный. Ты совсем расхворался. Плохо, Нико, а? Светлый угол у меня. Чем плохо? Под лестницей светлый угол. Где окна увидел, а? Ты слепой, что ли? Смотри, сколько окон. Одно в базар. Другое в пир. Третье в твой сад. В четвертом всегда солнце светит. И днем, и ночью светит. Какое солнце? Это жирафа. А ты никогда не видел, как солнце сквозь листву ложится? Пятнами, такими, что смотреть не больно, а приятно. Я все эти пятна на жирафа положил. Шея у нее длинная. Много пятен влезло. Вот Она мне и светит Днем и ночью своей доброй шеи. Плохо пируешь, Нико. Сам себе вино. Сам себе тамада. Сам себе гость. Сам себе и хозяин. Эй, Нико, зачем меня в красной рубахе нарисовал? Стою над речкой, как костер, на котором сейчас рыбу жарить будут. Нет у меня такой красной рубахи, а ты нарисовал? Была красная рубаха, сам видел. Не мог видеть. Зачем в глаза врешь? И была бы не на дел, только рыбу пугать. И почему в красной? Ну, откуда я знаю? Видел я ее, твою красную рубаху, сам видел. На тебе видел. Не мог видеть. Всем людям неправду про меня сказал. Художник правду должен говорить. Ты плохой художник, да? Ты разлюбил меня, Нико? С чего взяла? Только разлюбивший человек может так нарисовать женщину. Лучше бы совсем не любил. Прошел бы мимо, так было бы честнее. Почему не нарисовал, когда с ума сходил по французской актрисе Маргарите? Не тогда было. Лавку продавал. Какую лавку, Нико? Молочную. Лавка была у меня. Ребятишки с собак Мелы на Соню привозили. Хозяйки быстро разбирали. Хорошо торговал, хорошо живут. Честно. Сколько ребятишкам платил, столько с хозяйкой брал. Никогда в отцу мне не залеживалось. Как не прогорел Нико? Зачем прогорать? Кредит в банке был, сып был. Человек человеком жив и не зелится. Зачем же лавку продал? Тебя увидел. Лавку продал на все деньги, роз тебе накупил. Три арбы роз пригнал тебе. Артачальские садовники шапки передо мной ломали. Тебя увидел, хотел позвать дыхание. Перехватило. Нельзя тебе было человеческим голосом звать. Решил позову розами. Розы нельзя не услышать. Я не услышала, Нико. Я не услышала твоих роз. Я ведь актриса, я много цветов получаю. Вата аплодисментов заложила мне уши. Да ты и сам мне хлопал. Я тебе не хлопал. Ведь когда бьют в ладоши, это страшно? Что одна рука сделала другой? Почему они дерутся? Чтобы кому-то одному, кто стоит выше всех и кланяется, было приятно от этого шума? Нет. Благодарить должна тишина. Только молчание бывает настоящим благодарением. Я тебе не хлопал. Я молчал, потрясенный. А когда рука бьет руку в твою честь, она может потом и тебя ударить. Рукам только дай разойтись. Сначала они тебе хлопают. Потом они тебя хлопнут. Или нарисуют. Так, как ты меня нарисовал. Чем недовольна? У меня ножки. А ты? Натянул на них голландские чулки. А они толстят. В жизни не носила голландских чулок. Теперь стою на двух полосатых тумбах. Крепче стоять будешь. А руки? Зачем ты мне их растопырил? Как будто я вывела двух собак на прогулку. И они тянут в разные стороны. И это складка на шее. Откуда? И потом. Мне холодно. Слышишь? Мне просто холодно. Посмотри, какой ветер ты нарисовал на траве. А плечи у меня совсем голые. Не мог хотя бы шаль накинуть, а? Ты специально, да? А в руках розы. Те самые, да, из артачальских садов? Да, это те, которыми я позвал тебя. Ну, мог бы позвать еще раз. У меня была только одна ловка. Прости. Ты, ты просто мужлан. Ты не отесанный камень, который валяется на дороге. Я не отесанный камень. Пожалуйста. Я моляюсь на дороге. Пожалуйста. Хочешь, бери меня в кладку своего дома. Не хочешь, не бери. Я не навязываюсь. Обернешься и не пошевелюсь. Не обернешься, я тоже не пошевелюсь. Разве это говорит о том, что мне безразлично? Нет. Я знаю только то, что знаю. Кому-то это много, кому-то мало. Кто-то не берет меня, потому что я корявый. А кто-то потому что не может снести. Я не налязываюсь. Я знаю только то, что знаю. Меня облепит пыль. И я узнаю немного больше. Ровно настолько, сколько пылинок на меня упадет. Меня обоет дождь. Я узнаю немного больше. Ровно настолько, сколько капель на меня упадет. Пусть одна капля. Но я буду знать на каплю больше. Меня пнет человеческая нога. Я узнаю, что такое взлететь. И узнаю, что такое упасть. Но и человек узнает немного больше. Он будет прыгать на одной ноге, поджав под себя ушибленную. И если человек не поймет, что узнал немного больше, то мне жаль его. Ведь боль даже в ноге должна заставить человека подумать. Он станет умнее еще на одну боль. Он станет умнее еще на одну боль? Зачем ему это? Он просто потрет ушибленную ногу и пойдет дальше. Ты откуда взялась? Оттуда. Ну, и я тебя не рисовал? А я работала в саду. Он зато яблоней ты не увидел. Что ж не выглянуло? А я не кошка. Чтобы выглядывать, турнут меня или нет? Кто ты? И я. Откуда ты взялась? Оттуда. Но я тебя не рисовал. А я лошадь посла, что вон там у замка ходит. Что ж не выглянуло? Все равно бы не заметил. Откуда ты взялась? Оттуда. Но я тебя не рисовал. А я стояла прямо за ее юбками. Ты и не увидел. Не увидел. Значит, не нарисовал. Но я есть. Да. Да. Странно. Очень странно. Зачем ты здесь? Просто так. Взяла и вышла. Оттуда, оттуда. Оттуда. Что? Нельзя? Нельзя. Почему нельзя? Можно? Все можно, раз я тебя не рисовал. Кто же ты? Ия. Ия. Ты уже говорила. Ия. Кто же ты? Ия. Да увидишь, что Ия. Зачем снова спрашиваешь? Любопытный. Учился мало, вот все и спрашиваю. А тебе что, жалко голос потратить? Голос не деньги? Почему жалко? Пожалуйста. Жил-был художник один, Домик имел и холсты, Но он актрису любил, Ту, что любила цветы. Он тогда продал свой кров, Продал картины и дом, И на все деньги купил, Целое море цветов, Миллионы ночи. Уши мне пробьешь. Кто ты? Ия. Ия. Ну, раз ты говоришь, что ты Ия, Значит, ты Ия. Бедный Никол. Конечно, бедный. А почему мне не быть бедным? Я бедность свою, как богач, врач убить и меняю Сколько угодно этой бедности. В банк положу. Большой процент даст банкир под такой заклад. Приду обратно брать, скажет, Бери, бери обратно свою бедность, Никол. Какими бумажками хочешь? По сто рублей? Пожалуйста. По двадцать пять рублей? В четыре раза больше будет. По пятьдесят сделай милость, дорогой. Только копейками не бери обратно свою бедность. Что копейка бедности? Так? Да глоток воздуха хватит. А на сто рублей бедности можно дышать сколько угодно. Купишь запах шашлыка у буханщика. Купишь запах лучшего бедности на дании. Блеск от золота купишь в ювелирной ламке. У артачальской красавицы взгляд купишь. Любящий взгляд. Ведь дорого платишь, Никол. Сто рублей бедности. Кто разменяет? Персидский менял, скажет, Уманов не хватит. Индийский менял, скажет, Рупи не хватит. Русский менял, за голову схватится. Где я возьму тебе столько денег, Никол, Чтобы разменять твою бедность? Ведь большой затрат бедности вынул с банка. С процентами вынул. Самым богатым человеком на свете стал. Да ты ляг. Ляг отдохни. А я тебе колыбельную спою. Пятьдесят шесть стукнуло. Какую колыбельную со сердца у нас ушла? А я тихо. По секрету. Чтобы никто не услышал. Я все с ума сошло. Да ложись ты, горе мое. Жалко, что не в зыбке лежишь, а то бы... А то бы покачало. Спи. Спи. Богатый человек. Никол. Никол. Пирас Манишвили. Мы напишем длинный список твоих богатств. И отнесем его к купцам. Вай, 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 закричат купцы. Какой длинный список. Если бы это была дорога между Казбек и Ужбой, эти горы никогда бы не увидели друг друга. И чего только нет у этого Нико. Дома нет, сада нет, лавки нет, барашка нет. А, казалось бы, простой человек мог бы бегать по авлобару с корзиной яблок на голове, продавать уголь, точить ножи. Но зачем это человеку, у которого чего только нет? Дома нет, сада нет, лавки нет, барашка нет. Спи, Никол. Ты, наверное, устал, ты всю жизнь собирал эти богатства. Помрешь. Наследники все растащут, будут хвастаться. Чего у нас только нет. Дома нет, сада нет, лавки нет, барашка нет. Спи, Никол. А я буду охранять твои богатства. Спи. Чего сгасит сень? Спи, Никол. Я в небо разахся не горами. И боле изважим с измертав сромаре маневе. Морис дай с хасмас вес, с искриня гадмо динами и сердцами дали. Морис дай с хасмас вес, с искриня гадмо динами и сердцами дали. Та вши дай идут с вами и к небедам садменем унахода. Та вши дай идут с вами, харали, харали. Кто ты? Ия. Ну раз ты говоришь, что ты Ия, значит ты Ия. И ничего с этим не поделаешь. Я та, о которой ты мечтала всю жизнь. Ну посмотри, видишь, я та самая. Да. Кажется так. Я мечтал о тебе каждую секунду. Секунду? Нет. Откуда я знаю, какие из тебя они эти секунды? У меня никогда не было часов. Я мечтал о тебе каждым стуком своего сердца. Стук и ты. Стук и ты. Где пропадала? Почему раньше не пришла с другими путями? Никого. Что Никого? Что Никого? Почему раньше не пришла? Ты знаешь, а я шла. А я спрашивала. Мне говорили, он ушел туда. Я шла туда. Мне говорили, только что ушел куда? Туда. Я снова шла туда. А потом мне дали твой точный адрес. Интересно, какой? Взял свой ящик с красками и пошел куда пошел. Так я тебя и нашла. Все-таки нашла, а? Все-таки нашла. Ну, обними меня. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я тебя. Я не могу. Разве мечту можно обнять? Ты попробуй, Нику. Ты сильный азиат? Нет. Но тебя трясет? Кажется, нет. А ты... Ты мне снишься. Нет. Кажется, нет. Ты что, настоящая? Ты знаешь, я ухожу в сон, как сорвавшаяся с крючка рыба уходит в глубину, и там для нее начинается настоящая жизнь. Так и для меня во сне. Может быть, сон для меня и есть то, что на самом деле? Во сне дворники добрые. Художники любят друг друга. Можно зайти в любую квартиру и печь спать. Не надо. Так ты можешь провалиться в другой сон. Надо. И тогда сон обернется злыми дворниками. Нет. Во сне я никогда не ложусь спать. И тогда мне снится рыбак в красной рубахе. Он прав. Почему? Почему в красной? Почему в красной нарисовал? Если бы в зеленой нарисовал, рыба подумала бы, что я прибрежный куст, и не испугалась бы. Если бы в синей нарисовал, она бы приняла меня за небо. А как в красной рубахе я могу поймать тебе рыбу? Но ты держишь рыбу в руках. Она тебя не испугалась, ты поймал ее. И эта рыба? Ты не рыбу мне нарисовал. Ты месяц нарисовал. Как будто я месяц вытянул из реки. Как я могу накормить тебя такой рыбой? На, ешь свой месяц. Вот и месяц заглянул ко мне. Ты сильно азиап? Нет. Но тебя трясет. Разве? Да, трясет. Но это я еду на поезде. На поезде? Конечно. А ты никогда не ездила? Нет, никогда. Странно. Кто же ты? Ия. Но раз ты говоришь, что ты ия, значит, ты ия. Так ты никогда не ездила на поезде? Один раз. И меня тоже трясло от страха. У меня не было билета. Я боялась, что меня выкинут на ходу. Разве на поезде от этого трясет? Там есть такие стыки на рельсах. От них и трясет. Господи, а зачем делать эти стыки? Для того, чтобы трясло. А то какой же путь, если тебя не трясет? В дороге обязательно должно трясти. Для того и стыки на рельсах. Что ты замолчал? Поезд, кажется, подходит к конечной станции. Но он поедет обратно. Понимаешь, я не достал обратного билета. Касса была закрыта. Ты с зайцем, а? Я сюда ехал с зайцем. Обратно не хочу. Обратно стыдно. Ты попробуй, Нико. Под скамейкой? Не хочу больше под скамейкой. Хочу на своем месте. Так поезжай на своем месте. Я жду. Ждешь? Жду, Нико. Ты ждешь? Ну, жду, жду. Очень жду. Хорошенькое дело. Меня ждут! А касса закрыта. Я знаю, кто это. Кто? Это русский художник. Русский художник? Кто такой? Я знаю, мне говорили художники, когда я был у них. Ты был у художников? Зачем? Взял и пошел. Пригласили. Это было совсем не как во сне, когда художники любят друг друга. Ну, а тот русский. Ну, он далеко, его можно любить? Ну, зачем он тебе? Понимаешь, он нарисовал красного коня. Совсем красного, как не бывает. Купание красного коня. А у меня рыбак в красной рубахе. Почему? Вот он объяснит. Он ученый. У них все там ученые. Послушай, русский. Заходи ко мне в гости. Прошу. Пожалуйста. Сейчас. Интересно, какой ты? Извини, дорогой, я могу тебя не узнать. Нет. Узнаю ты. Большой, черный. И у тебя усы, да? Да. И глаза, как у моей жирафы, так смотрят, что сам добрым становишься. И сапоги у тебя новые. Совсем новые сапоги, только подметки чуть-чуть подтерты от дороги ко мне. А она совсем короткая. Ты да я. Вот и вся дорога. Хорошо, когда новые сапоги, брат, совсем новые, а уже не жмут. Так не бывает. Ну, пусть у тебя будет так. Послушай, русский. Заходи ко мне в гости. А? Спасибо, Нико. Сапоги. Совсем новые, а уже не жмут. Так не бывает, а у меня так. Спасибо тебе. Ты пришел все-таки. А дорога действительно была короткой. Ты да я, вот и вся дорога. Ты пришел. Спасибо тебе. За что благодаришь, Нико? Садись. Садись за стол. Сейчас я скажу, чтобы кушать давай. Изменя дорогой. Посуда плохая. Но лоб его хорошие. И шашкик. Совсем молодой барашек. Спасибо, Нико. Я не голоден. А кахетинская. Знаешь, такое свежим виноградом пахнет. Мать прислала Бурдюк. Ее уже давно нет на свете. Но ради такого случая она прислала. Выбежь, русский. Извини, Нико. Я хорошо выпил за обедом. Пускай Бурдюк с вином потерпит, а? Бог с ним, пускай потерпит. Выбежь его с кем-нибудь еще. Ни с кем больше пить его. Я не собираюсь, русский. Спасибо. Ну, тогда пусть будет так, как будто мы его уже выпили, а? А пусть будет. Ты мне захмелел немного, а? Немного захмелел, Нико. Чудное вино. Вот сразу чувствуется, что его мать прислала. И действительно чуть отдает свежим виноградом. Вот. А ты не хотел пить? Я хотел, Нико. Я хотел. Я просто подумал, что ты еще с кем-нибудь захочешь выпить его. Нет. Ни с кем больше пить я уже не захочу. Да. Дивное вино. Жалко, что мы его уже выпили. А я напишу матери. Она вышла еще. Да, напиши. Я, если честно, такого вина никогда не пил. Вот. А ты не хотел пить. И шашлык. Удивительный шашлык был, Нико. Я же говорил совсем молодой барашюту. Вкуснотища, Нико. Жалко только. Жалко только. Я обожаю чихертму. Вот. А чихертма не получилось. Получилось главное, Нико. Сапоги. Сапоги. Совсем новые, а уже не жмут. Да, это, конечно, хорошо. Это главное. Как тебе это удалось, а? Не знаю. Должно же быть так, чтобы человеку хоть раз в жизни что-нибудь удалось. Это тебе удалось. Да, это мне удалось. Я рад. Ну? Ты собираешься, наконец, меня учить? Чему, Нико? Всему. Что такое? Натур-морт. Мертвая природа. Да, мне говорили так, художники. Вот я думал, что это правда. Правда, Нико. Натур. Природа-морт мертвая. А это виноград, да, мертвая? Да, и виноград. И рог с вином. И рог тоже. И огурец. И груши. Поросенок? Да, Нико. Нехорошо. Неверно сказал. Почему, дорогой? Потому что я их не на столе рисую. Натур-морт. Это мир еще не подан и на стол. Шашлыки встали на ножки шампуров и замерли. И гусь, и поросенок замерли на своих блюдах, как заряженные пушки на ладятах. Бурдюк надулся. Он генерал перед боем. Рог вот-вот прольется от тяжести на виноградная кисть. Рухнет, если ее не поддержать ладонью. Замершая натура. Понимаешь? Все замерло. Им напряглось в ожидании человека. А он еще не пришел. Опаздывает. Встретился с друзьями. И хочет затащить их на пир. И рог ждет, виноград ждет, поросенок ждет. Все ждут возвращения хозяина с гостями. Вот что такое натур-морт. Это когда вещи любят нас и ждут. Это словно все висит над столом, готовая обвалиться на него, придавить тяжестью вина и барашка, еда перед боем. Они все просто не сдадутся. Они будут пребывать и пребывать, пока человек не рухнет побежденным. А Кахетинская тут полководец. Вот. Что такое натур-морт. Да. А вкус твоего вина до сих пор у меня на губах. А я напишу, мать твою? Да. Напиши, пусть пришлет еще. А что такое? Перспектива. Я боюсь, тебе снова не понравится то, как я скажу Нику. Ты скажи все-таки. Это. Это когда далеко стоящего человека ты рисуешь маленьким и нечетким. Ну так. В два-три мазка. А того, который близко, высоким, в полклеенки или даже под самую раму. Если деньги на раму найдутся, конечно. Что ты? Рам дороже картины стоя, не пускай заказчик думает. Пускай думает. Ну, ты вообрази себе раму. Зачем я буду воображать, потому что у меня денег нет. А на шашлык у тебя всегда деньги есть. А я не я. Это мой голод воображает. Зачем говоришь о голоде после такого обеда? Аппетит. Это твой аппетит воображает. Да, конечно. Какой голод? Один аппетит и никакой перспективы. Ну, почему никакой перспективы, Нико? Если есть один аппетит и ничего больше, какая тут перспектива? Ты о другой перспективе спрашивал. А ты и по-моему неверно сказал. Почему, Нико? А если далеко стоит друг? А впереди дурак и доносчик, который каждое твое слово слушает. Даже не слушает, а кушает розину в рот, чтобы потом упечь тебя в бетех. Что ж я этого круглоротого буду рисовать в пол кременки или под самую рану? Я этого круглоротого. Так, два-три мазка. И маленьким, совсем маленьким, и ртайным не нарисую вовсе, чтоб не развивал. И ушей не дам ему. А друга, который стоит далеко, нарисуй большим и красивым. Пусть стоит и радуется во все глаза. Как я ловко разделывался с доносчиком, а? Но. Но тогда нарушается линия горизонта. То, что далеко, ближе к горизонту, и поэтому кажется меньше. Да пусть рушится. Пусть я буду для него маленьким. Пусть стоит большой и радуется во все глаза. Как я ловко разделывался с доносчиком. Вот ты далеко от меня, на горизонте, даже еще дальше. А сидишь и смотришь на меня. Большой и красивый, добрый ко мне. Разве ты не такой? А себя ты когда-нибудь рисовал? Автопортрет, да? Рисовал. Маленьким или большим? Не помню. Назывался... Не Копера Сманишвили. В хорошем костюме, а не в таком плохом. Подарил кому-то. Я даже одну клеенку на выставку хотел одести. А в духане не сел он. Духанщик не дал. Что ты? С большой охотой отдавал. Даже снимать со стены начал лучше, говорит твоя картина. Ни Ко, ты даже не знаешь, что изобразил одного князя, который за обедом может выпить три ведра вина. Народ повалит смотреть на такое. Пускай здесь висит, сказал я. Пускай к тебе в духан народ повалит смотреть на такое. А ты... Показывал людям своего красного коня? Да. На вернисаже в 12-м. Вернисаж. Что такое? Открытие выставки. Вернисаж называется. Слыхал, как художники говорили. Я думал, про Сашу говорили. Вот видишь, какой дурак. Совсем не учился. Ни по-русски не учился. Ни по-грузински. Вернисаж. Вернисаж. Ты и вправду дурак, Нико. Да. Вернисаж. Разве птицу можно выучить ремеслу пения? Она либо соловей, либо нет. А разве соловей поет русскую или грузинскую песню? Небо. Небо поет соловьем. Дерево поет соловьем. Трава поет соловьем. У неба, у дерева, у травы нет голосов. И соловей трудится за всех. Он радуется своему простору. Он радуется своему высокому росту. Он радуется своему цветению. Спасибо тебе. Хорошо сказал. Утешил. А народ повалил смотреть на твоего коня? А народу не было Нико. Были одни специалисты. Критики называются. Почему? Критики? Кричат, что ли? Да нет. Все больше шепотом и по углам. А иногда и кричат. Их... Их красный цвет ужалил. Вот они и закричали. Я видел вечернюю пчелу. Она очень спешила. Она припадала к цветам и ее жужжание. Становилось, как жужжание швейной машинки. Высоким и грудным. Она работала. Она опаздывала. На ее бархатном брюшке проступил пот. Ее работе помешал праздный человек, который нюхал цветы. Она ужалила его. И он убил ее. Убив, он еще долго втаптывал ее с сапогом в землю. Втаптывал ее еще живой бархат. Втаптывал мед. Втаптывал работу. Разве не так же поступают и с нами? Никто не знает, как творится мед. Никто не знает, как творится картина. А вдруг пчела или художник уже? Лучше убить. На всякий случай. Чтобы праздному человеку не стало на мгновение больно. Горько сказал Никто. Хоть и про мед. Тебя убили. Да. Равнодушными глазами. Били слово на костет. Давно. Всю жизнь. И вот, пожалуй, добили. Конь еще не вошел в воду. Понимаешь? Много разговаривал картину купания красного коня. Да. Но конь еще не вошел в воду. Фигуры. Фигуры на картинах всегда своевольничают. Конь еще не вошел в воду. Не захотел. Тогда почему купание? А он сейчас войдет. Он поднял ногу, как заправский купальщик. Он хочет сначала попробовать, хороша ли вода. Это он сам, сам. Я не рисовал этого. Я хотел, чтобы он уже был в воде, как тот дальний розовый конь. Видишь? Но он заортачился. А теперь напрягся для прыжка. Видимо, пришло время, а? Но он не войдет. Он боится погаснуть. Это же видно. Он боится погаснуть. Да я нарисовал на нем мальчишку. Он его живо загонит. Но он погаснет. Никогда. Река закипит. Вода испарится. А он будет стоять. Мой красный конь. Ты можешь накрыть его холстом. Но и под холстом закипит вода, когда мой красный конь войдет в воду. И на нем мальчишка сопливый. А уже о чем-то задумался. А он знает, что под ним красный конь. Но делает вид, что все обыкновенно. Стесняется. Он вошел. Он вошел в куру. В куру? Почему в куру? Не спорь, пожалуйста. Ладно. Видишь? Он вошел в куру. Мальчишка его в куру загнал. Вот молодец. Я так и думал, что мальчишка его в куру загонит. Эй, рыбак! Конь уже вошел в воду. И вода сделалась красная, как от рассвета. Твоя рубаха отразила всю куру. Твоя рубаха отразила всю куру. Твоя рубаха отразила всю куру. Эй, ты, османы! Это не река. Это просто дождь. Твоя рубаха Твоя рубаха отразила всю куру. 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 отразила всю куру. Твоя рубаха отразила всю куру. Твоя рубаха отразила всю куру. Твоя рубаха Субтитры создавал DimaTorzok Дождь, как швейная машинка, да? Это пчела, как швейная машинка. Пчела жужжит, как швейная машинка. А дождь эта швейная машинка задумалась. Так ей стучать или эдак еще не решил. Потому каждый стежок слышно. Опять нашла меня. Опять? Где пропадал? Бегала по духанам, хотела раздобыть кувшин вина для тебя и твоего друга. Нигде не дали. Зачем побираться хотела? У нас было вино. Кахитинская мать прислала бурдюк. И лобио было, и шашлык. Жалко только чихертва не получилось. Жалко, обидно? Конечно, обидно. Хороший человек и любит чихертму. Там вина не осталось чуть-чуть. Все выпили. Целый бурдюк. Почему нет? Когда встречаются двое мужчин, и есть о чем поговорить, почему бурдюк вина не выпить? Где Маргарита накидку достала? В лавке. На рынке еще днем. Я ее увидела, а она уже здесь. Да? Стоит в накидке. Все своевольничают. Я не писал накидку. Я бы не своевольничала. Как нарисовал, так бы и сидела. А я хочу у тебя нарисовать, наконец. Хватит бегать туда-сюда и прятаться за Маргаритиной юбки. Я тебя нарисую. Я опоздала немножко. Немножко! У меня талант устал ждать, как ты долго шла. Нехорошо говорить, у меня талант. Нескромно. Пусть от тебя другие скажут. От других дождешься? Я же не говорю о том, чего у меня нет. Я хотел бы сказать, у меня новый пиджак. Вот это было бы нескромно. Нет у меня нового пиджака. Я могу говорить только о том, что у меня есть. Я же не говорю, у меня новые сапоги. К осени справил. Совсем новые, а уже не жму. Нету сапог. Русскому художнику подарил. Пускай носит на здоровье. Я говорю только о том, что у меня есть. Почему нескромно? Сиди тихо. Не двигайся. Долго. Сиди. Эй, не Коби Расманишвили, старое кахидинское вино. Помнишь свою жизнь? Я виноград. Я родился там, где сожлись пути земли и солнца. В Кахетии, значит. И солнце отец мой, как золотой бычок, кидает мне охапки лучей из своего стойла. И земля, мать моя, вспаивает меня самым вкусным своим соком. Я виноград. Так все началось. Я человек. Я подхожу к тебе и говорю, погибни. Я отрываю тебя от матери земли. Я кидаю тебя в большой чан и топчу тебя ногами. И тогда я прерываю тебя. Я чернохули, льющийся из чана. Я виноград, познавший то, как его отрывают от матери земли. Познавший то, как его давят и топчут ногами. Я чернохули, я весельчак чернохули. Я месть человеку. Первый хмель во мне просыпается, как талант. И я валю человека с ног. Я человек. Я собираю тебя в маране, в большую глиняную темницу. Я говорю тебе, спи. И тогда я прерываю тебя. Я сплю, и мне снится сон. Сон – это прекрасный выход из темницы. Я выхожу и иду по земле. Нет, зачем идти? Меня несут на руках. Эй, люди, хотите, я вам скажу один маленький секрет? Когда я рисую оленя, я олень. Во мне живет оленей страх перед выстрелом. Во мне живет оленя красота. Я вяжу далекую, розовую от рассвета скалу, за которой меня ждет самая прекрасная в мире оленица. Когда я рисую свадебный пир, я не жених и невеста. Я не гость на пиру, я вино. Если бы вино умело рисовать, оно нарисовало бы свадебный пир так, как его рисую я. Я тороплюсь, я знаю, что меня сейчас должны ответить, вкусить, и я растворюсь в крови вкусившего меня. Поэтому я тороплюсь. Я рисую лицо и фигуру, но мне важны не они. Мне важна радость. Это я, свадебное вино, преображаю людей. И пусть эти люди радуются хоть тысячу лет. Здравствуйте все! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok